Лето для воркутинцев в этом году началось с малоприятных сюрпризов. Ощутимый удар по своим кошелькам получили местные автомобилисты. Те, кто собирался путешествовать во время отпуска на своих личных машинах. Теперь, чтобы добраться на платформе до Сосногорска, им нужно выложить до 70 тысяч рублей. Любовь Лапина о новых правилах. Заполярные водители возмущены. О том, что тарифы на перевозку поменялись, никто заранее не предупреждал. Расходы на отпуск все планировали по старым расценкам. Но теперь жители Воркуты далеко вряд ли уедут. Цены кусаются. То есть, если какая-то срочность, то, конечно, найдем деньги. А так, как бы, очень затратно выходит. Если на платформе помещалось три машины, то есть три легковых, то где-то цена была 10-12 тысяч. Если две машины, соответственно, больше, то сейчас где-то выходит около 20-25 тысяч. Переплачивать мало кто согласился. Многие водители все-таки рискнули добираться до юга по зимнику. Тем не менее, российские железные дороги призывают не драматизировать ситуацию. С середины апреля платформа предоставляет не саму РЖД, а вторая грузовая компания. Именно ей были переданы вагоны компании. У сальных российских железных дорог остались только вагоны для собственных технологических перевозок. Доставка всех грузов, в том числе и автомобилей, отныне возможна только в собственном вагоне. В настоящее время перевозка автомобиля, принадлежащего вторая грузовая компания, по маршруту Воркута-Сосногорска, обойдется в 29,5-70 тысяч рублей. При этом компания российской железной дороги не повышала размер провозной платы. Дело в том, что если перевозка груза шляется в вагоне РЖД, то грузотопроизводитель оплачивает ее по государственному тарифу, который установлен федеральной службой по тарифам. А вот если перевозка осуществляется, как сегодня, в собственном или приватном вагоне, то грузотопроизводитель рассчитывается с РЖД непосредственно за перевозку по гостарифу, а с собственником вагона по рыночной цене. Вот с этим и связано удорожание, которое произошло с середины апреля месяца. Воркутинцы с позицией железнодорожников не согласны. Они намерены обратиться в управление антимонопольной службы с просьбой отменить новые тарифы. Впрочем, РЖД уверена, именно они законодательство не нарушают. А вот если жители Воркуты все-таки усматривают в деятельности собственников вагона признаки нарушения, они смело могут обращаться в ФАС. Впрочем, как уверяют железнодорожники, тарифы для жителей Заполярья сегодня самые низкие в регионе.